Говорит Аль-Хадису Саадису Аль-Арбаун Ба'д-Аль-Мия, 146-й хадис в книге. Ан-Абимус Аль-Аш'ари Радия Аллаху Ануху Кал, приходит Атабумус Аль-Аш'ари о том, что он сказал, Хасафати Шамсу Аля Заманин Наби, Салаллаху Али-Ассаляма, Факама Фазиан. Говорит, Солнце, произошло затмение Солнца во времена Пророка, Салаллаху Али-Ассаляма, и он стал в страхе. То есть стал, когда увидел это, в страхе. Говорит, испугавшись того, что, возможно, наступил судный час. И быстро отправился в мечеть, и встал, начал совершать намаз. И совершил, говорит, настолько длинные, длинное стояние, земные и поясные поклоны. Так что я никогда такого больше не видел в каком-либо из намазов Пророка, Салаллаху Али-Ассаляма. Это слова кого значит? Говорит Сумма Кал, а затем он сказал. То есть кто? Пророк, Салаллаху Али-Ассаляма. И на азил аят, а лати юрсилуга Аллаху Таалла, ла такуну лимовти ахадин вала лихаяти. Эти знамения, которые посылает Всевышний Аллах, не происходят из-за смерти кого-либо из людей или из-за рождения их. Валякинн Аллах юрсилуга юхаввифу биа аибадагу. Но Всевышний Аллах посылает эти знамения для того, чтобы напугать этим своих рабов. Фаидара айтум минха шайан. Поэтому, если вы увидели что-либо из этого, То обратитесь к поминанию Всевышнего Аллаха, к его мольбе, а также к прощению, просьбам о прощении у него. Этот хадис также приходит у Бухарии и Муслима. Говорит Аль-Гариб, какие непонятные фразы есть в этом хадисе. Антакуна Саату. Говорит, во-первых, пришла фраза, то есть пророк, Салаллаху Али-Ассаляма, испугался чего? Что, возможно, наступил судный час. Говорит, можно слово Саату прочитать с чем? В состоянии рафа, то есть с даммой на конце. Аля анна такуна тамма. Если мы скажем, что глагол такуна перед ним является каким? Тамма. То есть, как известно, как она вообще из чего? В нафаль нафтеса, так или нет? Из афаль каких? Накаса. В том смысле, что если мы скажем, что она тамма, когда она становится тамма? Тамма она становится, то есть глагол нафтес становится или превращается в форму какую тамма. В каком случае? Если она указывает на хадас или на заман, на происхождение какого-то события, или на какое-то время. Так или нет? Нам на какое-то время. В данном случае, говорит шех Абдулла Альбассам, если мы скажем, что слово такуна в данном случае или в этой истории приходит указание на наступление чего-либо, тогда слово Саату будет чем? С даммой на конце. Здесь глагол такуна нафтес или там, кто скажет нам, приходит ли указание на происхождение какого-то события или нет? Приходит так или нет? Смотри, говорится, Яхшан такуна са. Он испугался, что наступает судный час, что произошло наступление события. Какого события? Судного дня. Поэтому говорит, Яжюзфи са арраф аля анна такуна тамма. Говорит, можно слово Са прочитать с рафом, то есть даммой на конце, если мы скажем, что такуна, глагол какой? Тамма, полноценный. Ван насб аля анна нақиса. То есть можно также прочитать состояние назба, искать антакуна са'ата, если мы скажем, что глагол такуна здесь какой? Наркеса. То есть если ты скажешь, как будто бы ты скажешь антакуна гия са'ата, так как будто бы это что? Хабар у такуна в данном случае. Хабар кана у нас в назбе, поэтому он здесь придет в назбе, если мы скажем, что он наркес. Это что касается грамматики. Далее говорит фазиан. Почему сказано фазиан? Пророк встал как в страхе. Говорит второе непонятное слово в хадисе фазиан. То есть пророк встал как в страхе. То есть состояние назба, потому что это хал. И почему он испугался? Потому что подумал, что наверное наступил судный день. Третье. Фафзару. Бифатхиззай. Говорит. Далее пророк салаллаху алисалам приказал людям что сделать? Фафзару. Фафзару это когда люди резко встают и направляются к совершению какого-то дела. Говорит. Говорит. То есть что значит слово фазаату у авзаани? Говорит. То есть я направился к чему-либо, то есть для того, чтобы искать прибежище, и он мне дал помощь при этом. Говорит. То есть фафзару и лас-фала. Отправьтесь за прибежищем к чему? К намазу. Для того, чтобы совершить его и удалить от себя гнев Аллаха. Ва калал мубарвит фил камил из калал мубарвит. В книге Аль-Камил. Аль-Фаза фи каламил араб аля ваджигейн. Слово фаза в арабском языке несет в себе два значения. Ахадуума мата стаамилу аль-амма. Юриду набеги аз-зуар. Первое значение то, что используют в простонародье. По словам фаза они имеют ввиду аз-зуар. То есть имеют ввиду страх или паника, ужас и так далее. А второе значение, то есть которое используется больше знающими людьми, это направление, за чем-либо к прибежищу. То есть крик от страха. Говорит Аль-Ман Али-Жмали. Какой вообще смысл этого хадиса? Пророк, если видел какое-то изменение в чем? В бытие, во вселенной. То его обычаем было то. Какие конкретные изменения? Как например сильный ветер. Ау-ра-дун-асыф или какой-то страшный гром. Ау-кусуф, ау-кусуф или затмение солнца или луны. Хасара инда хоуф мин азаби ля-тааля. Из обычаев пророка, салаллаху али-саляма, было, что это приводило его в сильный страх от мучения Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что постоянно не спасалась аят от Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний способен наказать твою общину. Способен уничтожить ее так же, как уничтожил первые народы. И пророк, салаллаху али-саляма, постоянно боялся за свою общину, что Всевышний Аллах, салаллах, накажет их до того, как они примут ислам. Поэтому он, если что-то такое происходило, боялся. Говорит, аняхилла биязил умма махалла бил умам асабика. Он боялся то, что с этой общиной произойдет то же, что произошло с общинами прежними. Мимман ухлика бисаваяк ауррих аут туфан. И все, которые были погублены молниями, или ветрами, или наводнениями. Поэтому, когда произошло это знамение, он стал в страхе, потому что его полноценное знание о его Господе, привело его к тому, что он сильно испугался. Шадид аль-муракаба, зная, что Всевышний Аллах, пану Атала, следит за ними, за его общиной. И он зашел в мечеть, и совершил с людям намаз в страхе. И в некоторых хадисах приходит то, что он волок свою одежду от того, что сильно был занят этим делом. То есть не успел даже нормально одеться, сразу вышел из дома. И совершая этот намаз, он стоял очень долго, и делал поясные земные поклоны очень долго, и тем самым выражая свою толбу, свое покаяние Всевышнему Аллаху и возвращение к нему. И после того, как избранный пророк, салаллаху али-саляма, завершил свой намаз, завершил свое общение со Всевышним Господом, он направился к людям для того, чтобы назидать их. И разъяснить им, что Аллах посылает эти знамения для того, чтобы люди взяли из этого урок. Чтобы это стало им назиданием и страхом. И чтобы они поторопились к мольбе, просьбам прощения Всевышнего Аллаха, к его упоминанию и к намазу. И все постановления, которые есть в этом хадисе, мы уже разобрали при разборе прошлого хадиса. Сказал им, что Аллах посылает, что в слове пророка, салаллаху али-саляма, говорит, указание на то, что эти приказанные виды поклонения нужно стремиться совершить быстро, то есть сразу направиться к ним. Говорит от анбиха, Говорит также в этом указании на то, что если произошло что-то опасное от Всевышнего Аллаха, то необходимо прибегать к этим видам поклонения, к мольбе и к просьбам о прощении. А также в этом хадисе указание на то, что грехи людей становятся причиной различных бедствий и наказаний от Всевышнего Аллаха, как скоротечных, так и тех, которые приходят в более отдалённом будущем. Также в этом хадисе указание на то, что просьба о прощении, а также покаянии, являются двумя причинами стирания и удаления грехов людей. И причина для того, чтобы удалились эти наказания, которые могут быть оказаны людям от Всевышнего Аллаха. На этом мы завершили разбор чего? Разбор Бабу Салат-Иль-Кусуф. Разбор главы о намазе Затмине. И перечислили, читая шар шеха Абдулла Аль-Бассама, некоторые из полезных моментов, которые связаны с этим видом поклонения в шариате. Субханакаллаху ма бихамдик. Ашадан ла илла илла анта. Астагфиру Аллаху аату иллихим.